Дорогие друзья, Церковь Господня, слава нашему Богу! Замечательный христианский праздник, когда мы собираемся для того, чтобы еще раз отпраздновать это замечательное событие, которое произошло 2000 лет назад, когда единственный раз в истории на землю сошел Божий Сын. Для того, чтобы воплотиться, для того, чтобы стать похожим, подобным нам, чтобы спасти людей своих от греховых. Слава нашему Господу! Это действительно великое событие. И только потому, что Господь пришел на эту землю, у нас появилась возможность войти в жизнь вечную и в Божье спасение. Вы знаете, на каждое Рождество мы рассуждаем о разных персонажах Библии, которые связаны с этой историей рождения Христа. Здесь и мудрецы с Востока, здесь и Мария, и Иосиф, и Захария, и Елисавета, и злобный Ирод, и даже животные в хриву. А всех их мы рассуждаем, потому что они интересуют нас, потому что они связаны с этим великим событием, которое произошло с рождением Иисуса Христа на эту землю. И путь каждого из них – это путь веры. Путь веры, который не для всех был одинаковый, и не для всех был успешный, но который связал их с этим самым великим событием, которое произошло в то время. И их путь веры отражает и путь веры так многих других людей, которые тоже родились на эту землю, и которые тоже услышали эту прекрасную весть о том, что на землю родился Спаситель, который есть Христос Господь. И, повторяя путь веры этих людей, мы тоже прикасаемся к нашему Спасителю, который и сегодня открывает для нас то, что Он пришел в этот мир, чтобы спасать нас с вами. Вы согласитесь, нас мало интересуют детали их жизни, которые не связаны с этим рождением. Ведь нас мало интересует, а сколько овец было в атаре пастухов, которые паслись там на Вифлеемских полях? Сто или тысячи, или десять тысяч? Какая нам разница? Это не то, что нас интересует. Нас не интересует, какие еще звезды открыли волхвы, мудрецы, которые смотрели за этим звездным небом. Нас не интересует, сколько еще раз Захария входил в храм для окождения, или какие еще достижения Ирода вошли в мировую историю. Нас это не интересует. Нас интересует одно – то, что соединено с рождением Иисуса Христа, потому что это то, что придало осмысленность всему тому, что происходило в жизни этих людей. И вы знаете, что это то, что придает осмысленности нам с вами, потому что мы тоже живем. Вот сколько нас здесь сидит? Больше двух тысяч человек. У каждого из нас есть своя жизнь. У нас есть свои мечты, желания, достижения. Что-то у нас получается, что-то нет. Но когда-то придет день, когда все это станет бессмысленным, если человек не повстречался со Христом. Если при всем этом утерял самое главное – Господи, я должен встретиться с Тобою. И это самое главное, что должно быть в жизни человека. И жизнь наша тоже приобретает осмысленность только по мере того, как мы соединяем нашу жизнь с вечным, с Богом, со Христом. И это самое важное. И мое желание порассуждать вместе с вами об этих мудрых людях, о мудрецах, которые пришли издалека для того, чтобы встретиться и поклониться с тем, который есть их Господь и наш Господь. Меня не интересует, я думаю, и вас, потому что их путь веры так похож на путь многих из нас, людей, которые вышли из языческого народа и которые последовали за откровением Божьим, которое привело нас прямо к нашему Господу. Иоанн Гриат Матфея начинается, 2 глава, такими словами. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Знаете, путь веры этих людей, он начался с рассматривания творений. И вы знаете, действительно, это мудрые люди. Я с детства читал это местописание и выходил, смотрел на небо, думаю, ну как можно было с этого звездного неба определить, что там новая звезда появилась? Во-первых, как можно их всех посчитать? Это «it had to be a government job». Ну как можно просидеть, все это просчитать и вдруг увидеть, что появилась еще одна звезда? Ну, вы знаете, на то они и мудрые люди, что могли это сделать. И здесь тоже не совсем все понятно, но что же это была за звезда? Многие христиане первых веков считали, что это был ангел Божий или умная Божья сила, которая, глядя с земли, выглядела как звезда и была направлена для того, чтобы эти люди, мудрые люди, увидев это, пришли ко Христу. Ну, конечно, тогда возникает вопрос, ну почему же тогда этот ангел не привел их прямо в Вифлеем? Почему они оказались в Иерусалиме? Есть другое мнение, которое я прочитал совсем недавно, оно для меня показалось интересным. В 1603 году Кеплер был такой ученый, математик, астроном. Он наблюдал, что произошло соединение трех звезд – Сатурна, Юпитера и Марса. То есть они как-то aligned, сошлись так вместе, чтобы когда, глядя с земли, они выглядели как одна большая яркая звезда. Ну, он математик, начал вычислять и вычислил, что это повторяется каждые 800 лет. Кстати, это вычисление на сегодняшний день подтверждено сегодняшними учеными. И когда он все это вычислял, то он понял, что два раза по 800 лет в Акурат выпадало на 25 декабря 745 года по основанию Рима. То есть примерно в то время, которое традиционно считалось днем и годом рождения Иисуса Христа. Ну, так это или нет, это, наверное, не так уж и важно. Я думаю, что если Духу Святому не было угодно указать нам на точную дату рождения Иисуса Христа, значит, так было надо, чтобы люди не славили дату больше, чем того, который родился в этот день. Поэтому важно не сама дата, не само число, важно другое. Как можно было по звезде определить то, что родился царь и при том царь иудейский. Ну, вот подумайте, сколько раз было такое, когда вы выходили на улицу, смотрели на звездное небо и вдруг вам показалось, что там есть звезда, которую вы не видели прошлой ночью. И неужели кому-то приходит на разум, ну, наверное, царь родился, и при том царь в Иудее родился. Ведь Иудея на то время это была незначительная римская провинция. Настолько незначительная, что 70 лет спустя, когда она решила восстать против Рима, то римская военная машина стерла ее в порошок. Настолько она была незначительная. И на то время, когда рождается Христос, там в это время, в Иерусалиме, царствовал Ирод, и думеянин, который сам не был из рода израильского, из народа израильского. Однако эти мудрецы, глядя на небо, решили, что родился именно царь, не римский император, не царь другой какой большой страны, а именно иудейский. Откуда, глядя на звезды? Ведь там же не написано, что вот, пойдите, Вифлеем, там царь родился, Иисус Христос. Как можно было это вычислить? Как могло прийти на их сердце, что рождается Мессия, рождается Христос? Вы знаете, глядя на все толкования, которые были от первой церкви и поныне, все соглашаются с тем, что рационально, научно объяснить это невозможно. Я думаю, вы знаете, действительно, может быть, этому и нет рационального объяснения, но в жизни нашей, вот нас, людей, есть очень много вещей, которые не подвергаются рациональному объяснению. Ну, вот представьте себе человека, может быть, вы не раз были в такой ситуации. Попадает человек в аварию на машине и начинает думать, наверное, мне надо к Богу обращаться. Что-то в моей жизни, наверное, не так. Я думаю, у вас было такое. Я знаю, что у меня было такое по-молоду раз-другой. То рационально, если подумать об этом, то надо сказать, ну, надо, наверное, тормоза проверить, надо колеса проверить. Может быть, надо что-то в моей жизни, в таком дневном распорядке поменять. Может быть, больше спать. Get off the phone. Может быть, еще какие-то причины рациональные. Но наряду со всем этим человек понимает, что есть тот, который стоит выше всего этого и который смотрит, наблюдает за моей жизнью. И он, наверное, хочет достучаться до меня и что-то мне сказать. И только человеку может прийти такое на разу. Ни разу люди, чья жизнь подвержена смертельной опасности, вдруг находят то, что они молятся. Даже те люди, которые не считают себя верующими, которые и в церкви ни разу не были, вдруг находят, что они молятся. Откуда-то появляются слова, откуда-то появляется понятие, кому надо обращать эту молитву. Ведь никто же в такой обстановке не молится своим кумиром, там, спортсмену какому-то или кинозвезде. Нет, люди вдруг понимают, что есть на небе Бог, и в минуту смертельной опасности помолиться нужно именно Ему. Рационально объяснить это тоже невозможно. Откуда вдруг приходит понимание, кому молиться, что говорить и как к нему обращаться. Возможно, для мудрецов явление этой звезды было тоже настолько шокирующим, настолько сильным явлением, что оно повернуло их душу в направлении к живому Богу. И к этому времени, когда они жили, Писание евреев, Ветхий Завет уже был переведен на доступный для них язык. Они могли понимать и прочитать, и во всяком случае слышать о живом Боге. И это Писание говорило о том, что будет Христос. И вот заметьте, вообще по истории человечества люди всегда понимали, что с нами что-то не так, что нас надо спасти. Это где-то и ацтеки в Мексике, это и язычники, это и иудеи, это все люди понимают, что с нами что-то не так. И даже на сегодняшний день в Белом доме тоже решают, что с нами что-то не так. То есть люди понимают, что нас надо спасать, потому что мы погибаем. Откуда у человека может быть такое понятие? Это только Богом заложено. И пришествие Мессии ожидается людьми всех народов. И даже по сегодняшний день. И, конечно же, явление этой звезды повернуло этих мудрецов в сторону Израиля. В сторону единственного народа на земле в то время, который имел слово живого Бога. И Писание которого ясно предвозвещало о том, что придет Мессия, который есть Христос. Вы знаете, мудрецы отозвались на этот свет творения. Они отозвались на тот свет, который просиял для них. Их уверенность была настолько сильная, что когда они пришли в Иерусалим, они не спросили, ну, а у вас родился тут кто-то или нет? Они были настолько уверены, что сказали, мы знаем, что здесь кто-то родился. Покажите нам, где он. Мы хотим ему поклониться. У них не было ни тени сомнения в том, что то откровение, которое просияло для них, верное и привело их в правильное место. Их решительность, их твердость была такова, что они решили пойти для того, чтобы найти этого Мессию, найти этого Царя, особого Царя, ради которого засияли звезды на небе, чтобы оповестить людей, что родился особый, особый человек, Бога-человек на эту грешную землю. Конечно же, этому тоже нет логического объяснения, потому что если ожидать просто Царя, то зачем идти поклоняться этому младенцу? Ведь это же пожилые люди, мудрецы. Конечно же, мудрецы были пожилые люди. Где вы видели молодых мудрецов? Хотя, если спросить у молодых людей, может, у них есть другое мнение по этому вопросу. Но вообще-то мудрыми людьми считаются люди пожилые. И зачем идти кланяться младенцу? Вы же не доживете до того времени, когда он взойдет на престол, и даже если он самый добрый царь, когда он вами начнет управлять? Этому тоже нет логического объяснения. Но тот, который ищет, тот, в чьем сердце зажегся огонь искания Бога, он будет идти и искать, пока не найдет. И поэтому очень важно не заглушить этого в себе. Я знаю, что здесь, на этом месте, сидят люди, которые тоже ищут в своей жизни откровения. И Господь стучится в вашу душу, в ваше сердце. Он привел вас сюда, чтобы здесь еще и еще раз напомнить вам, что ваше искание – это не случайность. И то, что вы ищете Бога, и то, что Он вам интересен, и то, что вы сейчас здесь – это тоже не случайность. Это Божье провидение, это Божий промысел в вашей жизни. И то, что вам хочется его найти – это тоже Божья милость и Божье откровение к вам. Поэтому не заглушите этого, не замените истину Божью ложью, и не начните служить твари вместо Творца. Служить надо только Богу, только Иисусу Христу. Он наш Господь, Он вечный Бог. Но вы знаете, у естественного откровения, вот того откровения, которое получили эти мудрые люди, у естественного откровения есть лимит. оно не имеет полного такого объяснения для души человека. И поэтому Бог дал нам свое ясное слово. Ясное слово, которое конкретно рассказывает и указывает человеку на путь спасения. И вот это слово было вручено народу израильскому. Народу, делом всей жизни которого было сохранять это слово. Это было слово, которое было вверено этим людям, и их дело было сохранить это слово. И ищущим людям Бог дает ответ. Бог посылает ответ через это откровение. И волхвы, когда пришли в Иерусалим, они хотели узнать, и они получили ответ ясный и понятный. Вы ищите царя? Мы скажем вам, где этот царь. В Библии написано, где этот царь. Этот царь в Вифлееме, как и написано, и ты Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудин, Иудин их, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Вот те люди, которые отозвались на свет творения, которые пришли к народу, у которому было слово Божье, они дальше получили для себя откровение. Бог не оставил их. Бог показал им дальше, куда идти, потому что слово Божье – это конкретное и ясное откровение Бога для нас, людей. И это слово, оно открыло, куда нужно идти, чтобы там встретить того, которого они искали. И, конечно же, они отозвались и на этот свет. Заметьте, вот путь веры этих людей. Сперва они посмотрели на творение, они увидели что-то особенное, они пошли за этим откровением. Потом они получили откровение из слова Божьего, которое сказало им, куда нужно идти. Они не остановились на этом. Они не остановились и не сказали, ну вот мы получили для себя ответ. Наверное, там он. Ну передайте ему вот эти дары от нас. Ну а мы получили же ответ на свои искания интеллектуальные. Поэтому мы пойдем уже в свое место, будем дальше следить за звездами. Может, еще там что увидим. Может, еще там кто откроется. Нет. Они пошли дальше за этим откровением, потому что для них это было важно. И когда они пошли дальше за этим откровением, оно придало смысл тому, что другие люди могут посчитать случайностью. Потому что дальше следующий стих говорит, что они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. То есть другой бы человек, да любой бы из нас. Вспомните, когда мы были даже детьми, идешь, и тебе кажется, что луна за тобой идет, или что она так низко, что можно вот на крышу лестницу поставить и на нее взобраться, или еще что-то. Да для любого человека это могло бы показаться случайностью. Но для них, когда они отозвались на Божий свет, Божьего слова, то другие обстоятельства жизни, которые они начали видеть, они поняли, это не случайность, это звезда, которая ведет нас дальше, которая покажет нам, куда нужно прийти, чтобы увидеть там Божьего Сына. Знаете, Бог стучит в наше сердце через разные обстоятельства. И точное Его откровение приходит через Слово Божье. И этому откровению нужно последовать, потому что Библия – это не сбор личных переживаний или убеждений разных людей. Это Божье откровение для нас с вами, людей. И вы знаете, даже если человек услышит эту правду о тех, которые сами в нее не верят. Вот смотрите, эти люди, книжники, которые там были в это время, которые рассказали этим мудрецам, куда идти, я думаю, что они сами не верили в то, что они говорили. Потому что если бы они поверили, они бы первые побежали бы туда посмотреть, ну что же это такое. Мудрые люди с Востока приходят нам, рассказывают о том, что, наверное, у вас что-то большое произошло. Они рассказывают им, куда нужно пойти, и однако никто из них сам туда не идет. Представьте себе состояние этих людей, когда после смерти они встретились со своим Создателем. Да подумать только, что незнакомым людям они говорили, куда идти, чтобы его встретить, и при том сами остались на месте. Какая-то трагедия, какое-то несчастье, когда, рассказывая другим, сам, сам не идешь в Царство Небесное. Сам не веришь в это. Если ты отец, если ты мама, и разбилась в вере своей, это самое большое горе. Как при этом отправлять своих детей в воскресную школу, как при этом подбодрять их, чтобы они шли в церковь, потому что они будут культурными, хорошими людьми, и при этом самому не пойти, и самому остаться без Бога. А как потом дальше будет? Неужели все наши жизненные достижения так важны? Да одно слово от врача все наши жизненные достижения крест на них поставит. И что тогда останется, если при этом человек не имеет Бога? Знаете, Божье откровение, оно всегда приносит радость. Всегда приносит радость. И написано, что увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Но вы знаете, откровение, даже самое точное, это одно, а живой Бог, это другое. И мы читаем главный стих, 11 стих. «И воя в дом, увидели младенца с Марией ее, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, лада и смирна». Вы знаете, их искание не было ради исканий. Это не было ради того, чтобы открыть еще какое-то новое познание. Их искание было ради того, чтобы прикоснуться к Богу. Их искание было ради того, чтобы найти того, перед кем преклониться. И это самое важное. Это самое важное. Потому что это не был просто интеллектуальный опыт. Они, пав, поклонились ему. Вы знаете, на Пасху и на Рождество в нашу церковь приходит много людей, которые редко сюда приходят в другие какие-то дни. Я думаю, что и сегодня здесь есть и люди, которые, возможно, уже долгое время вы верите как-то в душе своей, что там должен быть Бог. Вот там, где-то на небе, там должен быть Бог. И в душе своей вы знаете, что Он уже не раз звал вас к себе. И в вашей жизни уже было много обстоятельств, где вы были уверены, что это Бог, который стучит в вашу душу и говорит, что это Я. Это Я. Все, что тебя окружает, все, что с тобой происходило в жизни, это не случайность. Это Я тебя зову к себе. И вы знаете, что это Бог. И вы, возможно, даже уверены в этом. Этого мало. Вам надо решить поклониться Ему. Потому что, если бы эти люди узнав все, увидев и при этом ушли Ему, не поклонившись, то в чем был бы тогда весь этот смысл? Да мы бы и не читали за них никогда дальше. Но они, придя, поклонились Ему. Вам надо принять это решение. Если Он Бог, то Ему надо поклониться. А если Он не Бог, то зачем тогда и вы здесь? То кто же тогда всю вашу жизнь звал вас, чтобы вы оказались здесь? Вы в своей жизни увидели свет Божьего творения. Вы услышали Его Слово. И, возможно, вы уже не первый раз здесь. И Господь стучит в вашу душу и говорит, что «Приди ко Мне и поклонись передо Мною!» Потому что, если нет, то придет то время, ты уйдешь с этой земли. И где тогда будет твоя душа? И это самое главное решение, которое должен принять человек. Поклонение этих людей это не была игра. Они Ему отдали все свое сокровище. И мало этого, они отошли иным путем, потому что нельзя отдать свою жизнь Богу и опять возвращаться к ироду, опять идти теми же самыми путями. Твое обращение к Богу должно найти характер, который переворачивает твою жизнь. Я хотел бы сегодня в этот замечательный праздник сделать такое приглашение для твоей души, дорогая душа. Если ты уже давно здесь, может быть, неоднократно приходил в церковь и неоднократно знал, что Бог стучит в твою душу, сегодня для тебя это приглашение. Приди ко Христу и поклонись Ему. Исповедуй Его своим Богом. Признай Его Спасителем. И ты увидишь, как наполнится радостью твоя душа, радостью необыкновенной, замечательной и славной. Мы сейчас поднимемся для молитвы. Я хотел бы еще раз сделать это приглашение. Если ты желаешь, приди, мы вместе с тобой помолимся здесь. Давайте встанем и помолимся нашему Господу. Наш дорогой Создатель! Спасибо. Спасибо.